Вчера в Ишиме на заседании выездной коллегии Роспотребнадзора по Тюменской области подвели итоги работы управления за прошедший год. В своих докладах представители Роспотребнадзора подчеркнули основные темы – санитарно-эпидемиологическая обстановка в области, качество питьевой воды, контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «Хотелось бы обратить внимание администрации Шимского района, которым тоже необходимо разработать программу поэтапной реализации мероприятий, направленных на улучшение качества воды подаваемым населением, не только для питьевых, но и для хозяйственно-водовых нужд». Однако справедливости ради следует сказать, что в Ишиме и Шимском районе показатели по качеству воды всё же значительно лучше, чем в соседних районах. Так, самый низкий показатель качества воды отмечен в Аббатском районе. Не менее важный вопрос – это питание учащихся образовательных учреждений. По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Тюменской области Андрея Накатаева, увеличение удельного веса готовых блюд в школах и детских садах вызывает определённую тревогу. Но положительные результаты проделанной работы по контролю за этим вопросом видны уже сейчас. «Отмечается снижение неудовлетворительных проб в Шимском районе на одном уровне, в Аббатском районе увеличение в Викуловском, в Сорокинском районах». В преддверии дачного сезона сотрудники санитарной службы Роспотребнадзора выражают опасения в связи с проявлением клещевого энцефалита. Несмотря на то, что за 2011 год от клещевого энцефалита по Юго-Тюменской области были привиты более 70 тысяч человек, по данным специалистов за прошедший год заболеваемость клещевым энцефалитом увеличилась на 77%. Зарегистрировано три летальных исхода. Значительно лучше дела обстоят с гриппом. За 2011 год от гриппа были привиты полмиллиона жителей области. Это около 42% населения региона. Такой уровень иммунизации в Тюменской области был достигнут впервые за всю её историю.